Девушки отдыхают Путин, я же представился. Мне сказали, что университет является одним из самых контактоподвергающих мест по заболеваемости в Иркутске. Сколько заболевших-то у вас? У нас не так много. Ну, знаешь, что меры безопасности очень плохо соблюдаются. Я тогда перед этим, пусть он займется этим вопросом. Договорились? Да, конечно. Значит... Сейчас, секундочку, подождите. Алло, как у меня слышите? Да, слышу. Значит, знаешь, то общежитие находится в плачевом состоянии. Ну, нужно все-таки заняться его реконструкцией еще. Тогда пока закрывать не будем на карантин, да, но... Если будут какие-то ухудшения, имея в виду по коронавирусной инфекции, мы будем тогда закрывать. Пусть он мне перезвонит тогда, когда освободится. Договорились? Давайте я вас сейчас соединю. Соединяйтесь. Михаил Викторович, здравствуйте. Это Владимир Владимирович Путин беспокоит. Как вы меня слышите? Да, слышно, хорошо. Мне сказали, что университет является одним из самых контактов, подвергающих мест по заболеваемости. Я знаю, что вы сейчас на совещании, я вас много времени займу в Иркутске. Сколько у вас там заболевших? Как у вас дела обстается? Так, ну, по студентам у нас на сегодняшний день находится на лечении 39, выздорово 65. Значит, ну, знаете, что меры безопасности там не соблюдаются. Нужно повнимать. Ну, в пятницу была проверка, замечаний нет. Значит, также попрошу вас обратить внимание на общежитие. Там оно в плачевом состоянии мне доложили. В общежитии, в патронотов был. Что касается состояния, ремонты проводим своими силами. Значит, ну, молодец. Как дела-то выше? Может быть, помощь нужна какая-то? Ну, в целом, отправляемся, все нормально. Ясно. Ну, Михаил Григорьевич, я желаю вам хорошего, продуктивного дня. Тогда пока на карантин закрывать не будем. Но если будут какие-то ухудшения, вы мне доложите. Тогда я дам соответствующее поручение региональной мунистерской. Договорились? Хорошо, спасибо. Хорошего дня, всего доброго.